Совсем скоро состоится премьера на канале Первый КБР. Программа Астемира Шибзухова «Свет знаний». И сегодня в нашей студии автор этого проекта. Доброе утро, Астемир. Доброе, доброе, Зира. Расскажи, пожалуйста, об этом проекте. Чья это идея и как он появился? Такой проект напрашивался, учитывая то, что у нас сейчас не хватает по-настоящему гуманитарных проектов, каких-то образовательных проектов на родных языках. Я решил вот этот проект реализовать совместно с университетом нашим, Кабаринобалкарским государственным. Но это лекции, то есть уважаемые, серьезные люди. Да, это все. Это лекции на адыгстском языке, на самые разнообразные темы. Вопросы, касающиеся лингвистики, филологии, этнографии, истории. Также попытались такие вопросы, как экономики, экологии на родном языке поднять. Как, допустим, язык справится, вот, Кабардинский язык справится с такими темами. Языковая проблема, она стоит остро, и она стоит в том числе из-за того, что последние 150-200 лет родной язык, Кабардинский язык не эволюционирует в соответствии с эпохой, с теми вещами, которые происходят сейчас. Поэтому он не язык науки сейчас, он не язык, допустим, медицины, социальной сферы, потому что терминология, которая есть в этих сферах, она не перерабатывается, не появляются новые слова, и, соответственно, он остается таким застывшим. И мне показалось интересным попробовать и понять, вот, как, допустим, будет на кабардинском языке преподаваться наука. И, ну, я понимал, что это будет, наверное, такой эксперимент. Да, понять, на что мы сегодня способны, вот, что мы можем дать населению, народу на родном языке. Есть какие-то моменты, которые надо улучшать, но мне кажется, все равно, вот, первый опыт, он был удачный. Ну, давай сразу тогда расскажем о первом выпуске, который телезрители увидят уже 1 марта. Какая тема будет затронута? Да, первая лекция получилась длинной, ее прочитал Мусадин Карданов, это лингвист, он преподает на кафедре кабардинского языка нашего госуниверситета, кандидат в филологических наук. И он выбрал такую, ну, вообще нетронутую тему. Называется она на русском языке так, «Женское и мужское начало в адыго-абхазских языках». Ух ты! Да, он подошел к этому моменту очень основательно, это его основная деятельность научная. И он затронул вопрос того, как адыго-абхазские языки, они родственные, они в прошлом были одним языком, и они, все ученые, все лингвисты объединяют ее в одну языковую семью. И он взял эту тему и решил порассуждать на тему того, как вот в этих языках, вот самое начало, как обозначалось женское и мужское начало. Какие звуки, какие слова за это отвечали. Ну, получился, мне кажется, разбор темы очень интересный. Он затронул все языковые школы, которые занимались этим вопросом. Он затронул то, как сейчас это трактуется. Есть новая концепция к этимологии адыгских, адыго-абхазских языков. Эта этимология называется, ну, на русском, наверное, звуковая. Допустим, мы сейчас привыкли к тому, что мы, когда разбираем слова на русском языке, мы делим это слово на корни, на суффикс там, и как-то вот так. А Мусадин говорит, что к нашему языку должен быть другой подход. Каждый звук отвечает за какой-то смысл. И он подошел к этой теме с точки зрения вот такой концепции. Первая лекция будет вот такая. Надеюсь, она будет очень интересна нашим зрителям. Я понимаю, что мы не привыкли так рассуждать на эту тему, но мне кажется, надо стилетип разрушать, надо какие-то подходы новые искать и не стесняться мыслить оригинально. Затрагиваются серьезные темы, такие достаточно сложные. Есть ли категория возрастная? Вот молодежь может заинтересовать этот взгляд? Молодежь, судя по тому, сколько человек пришло на лекцию, мне кажется, заинтересовалась. Этой лекцией был большой отклик, и пришло столько людей, что они просто не поместились в зале. Мы приносили дополнительно какие-то стулья, их вот так потно рассаживали. Поэтому, мне кажется, это будет интересно. То есть это были такие живые съемки с реальной аудиторией? Да, да, это спасибо нашему университету КБГУ. Мы их попросили от лица нашего телевидения предоставить нам в пользование на неделю. Их лекторий, он очень был хорошо оборудован звуковой техникой, видеоаппаратурой. Там и, в принципе, звукоизоляция была очень качественная. И они это предоставили. И это реальный лекторий, там проходят лекции, там проходят разнообразные встречи. И в этом проекте принимали участие и студенты университета, принимали участие люди пожилые. Они сидели в папахах, их будет видно. И все, приезжали, вот им это было интересно, они задавали вопросы. Вот если есть отклик от молодежи, то я думаю, что есть большая перспектива, что язык будет жить и будет развиваться. Да, да, я вообще человек по своей жизни оптимист. Я верю, что всякий язык имеет право на жизнь, имеет возможности на жизнь, если заниматься этим языком, заниматься системно. Не так, что, допустим, я сегодня просто что-то сделал и завтра уже не делаю. Надо заниматься этим вопросом системно. Надо заниматься этими вопросами по-современному. Используя то, что есть сейчас. Технику, возможности, интернет, социальные сети привлекать молодежь. Молодежи, это интересно, просто надо подавать это по-современному. Должно быть качественное оформление, дизайн, чтобы это было по-современному, чтобы это было понимаемо молодежи. И в таком случае, мне кажется, успех обеспечен. Но в любом случае язык сейчас он немного такой законсервированный. Я реалист в то же время, я понимаю, что не всем это будет интересно, но, как говорится, под лежачий камень вода не течет, поэтому надо просто заниматься реальными проектами. Помимо этого, у тебя было много проектов на родном языке. Ты как человек много знаешь про культуру своего народа. Ты для себя много узнал из этих лекций? Я был таким же студентом на лекции, как и остальные люди. Я был на всех лекциях от начала до конца, все это слушал и в конце задавал вопросы сам. Некоторые лекции, мне кажется, были революционными. Допустим, лекция Азамата Мирзуева, он старший преподаватель, и он прочитал лекцию о юриспруденции адыгской и юриспруденции мировой. Он сравнил, как это у нас было, как это было в Европе, в Америке, в России. И вот этот анализ, он такой впервые делается. Об этом вообще никто не писал, не говорил. И вообще все, кто был на этой лекции, допустим, они в конце были просто восхищены. Мне кажется, еще много вот таких тем, которые требуют разработки, анализа. Я со своей стороны тоже пытаюсь всегда узнавать что-то новое, читать книги, быть в курсе новостей. Если все время быть в поисках чего-то, если быть все время в поисках интересных материалов, то я думаю, всегда можно делать интересные передачи. Я всегда стараюсь, чтобы я был оригинальный в своем материале, чтобы я не повторялся, чтобы людям всегда было интересно. И хочу быть полезным. Если мои передачи не полезны, если они не приносят пользу, то, в принципе, смысл в том, что я работаю и клонит. Скажи, а лекторы сразу согласились на такой проект? Это же ведь не так просто. Да, некоторые отнеслись очень даже с пониманием, потому что, допустим, Албекир Хатухов, это кандидат биологических наук, он преподает в КБГУ, он прочитал лекцию про экологию и экономику. У нас всегда вот в природе был конфликт между экологией и экономикой. Интересы экологии и интересы экономики, они всегда противоречат друг другу. И Албекир сказал, вот я, сам говорит, давно хотел что-то подобное не сделать, просто хотел, чтобы что-то такое было. И он очень обрадовался тому, что такой проект состоится. И он согласился сразу. Не было ни одного случая, чтобы я кого-то уговаривал, просил. Они с удовольствием соглашались, даже давали советы, может, даже помогали в некоторых оргмоментах. И я вообще еще хотел упомянуть имя одного человека. Это Артур Кожаров, это проректор КБГУ по работе с иностранными учащимися. Он сам доктор наук исторических. Он очень сильно мне помог в организационных моментах. Потом очень мне помог Заурбек Хутов, это сотрудник КБГУ, который отвечает за этот лекторий, за его работу. Были помощники, о которых я даже не подозревал. Они просто сами писали в Инстаграм, на Фейсбук, говорили, давай мы тебе поможем. Люди сами изъявляли желание быть в этом проекте. И вот такой отлик со стороны научного сообщества, со стороны моих друзей, незнакомых людей, он меня воодушевил для того, чтобы мы в будущем этот проект продолжили. Еще более интересно, в еще более новом формате, с еще более интересными лекциями. Мы будем двигаться вперед, дай бог. Такой масштабный проект, он, конечно же, не обойдется без большой профессиональной команды. Расскажи, пожалуйста, о своих коллегах. У нас была очень, я считаю, очень профессиональная, очень дружная команда. Во-первых, хочу упомянуть моего главного редактора, Салисатка Кундукова, который сразу поддержал меня, директор нашего телеканала Наталью Игоревну Конореву, зам директора Светлану Адмировну Токмакову. Это люди из нашего руководства, которые меня сразу поддержали и просто помогли советами, напутствием. А те, кто реализовывал проект на съемочной площадке, это режиссер Людмила Голикова и оператор Мартин Хацуков. Мы работали неделю беспрерывно. Было очень интересно, было легко, когда у тебя есть много помощников, просто и коллеги твои по телевизионному цеху, и просто люди, которым это интересно, делать такую работу просто в удовольствие. Астимера, я хочу тебе пожелать удачи в осуществлении этого важного, нужного проекта. Мы будем ждать новых выпусков. И доброго утра тебе. Спасибо, взаимно. Я тоже очень вам благодарен за то, что вы обратили на нас внимание. Это для меня тоже стимул в дальнейшем, чтобы этим проектом заниматься и его улучшать. Недавно в социальных сетях появилось видео, где невероятно артистичный мальчик поет о самом лучшем дне. И ему сложно не поверить, ведь делает он это с таким воодушевлением. Думаю, исполнителю этой песни стоит задуматься о серьезной конкуренции. Давайте посмотрим. Продолжение следует...